всем привет еду на toyota и думаю сниму-ка я для вас видео обзор для тех кто подбирает и присматривает покупки данный автомобиль и для тех кто просто интересуется машинами и знаете я еду за рулем и думаю с чего бы начать это видео начну-ка я его с какой-то фишечки данной модели потом думаю нет надо начать с того чем можно вас удивить то есть какой-то изюминкой комплектации и прихожу к мнению что удивить нечем вас удивить просто нечем потому что конкуренты предлагают все то же самое что и у toyota так за что же мы выбираем toyota почему у нас в любом городе в любом городе провинциальном этих машин море просто море rav4 все везде повсюду почему мы ее выбираем эту машину а я вам расскажу выбираем мы ее вот из-за этого значка toyota и вместительность я думаю все вот это все что чем она может похвастаться но чем удивить 21 век на дворе кого удивишь светодиодными фарами кого удивишь электроприводом багажника доводчиками дверей всякими хотя и здесь доводчиков нету я просто к слову да никого не удивишь всем уже это уже приелась все самое главное из-за чего выбирают кому нужна просторная машина в данном случае она в принципе практически лидер своего класса после кодиака затем удобная и надежная все больше ее в принципе не рассматривать не из-за чего сейчас такой рынок автомобилей что конкуренты допустим раз 4 это ford куга кодиак forester ну корейцев я не беру в расчет давать чуть подороже да там mazda cx-5 то что я рассматривал покупки в принципе кроме куги я рассматривал вот когда выбирал toyota это forester 6 5 и кодиак это вот ее конкуренты кодиак из них самый большой он немного побольше во всех параметрах toyota но кодиак 7 местный rav4 это пятиместная машина так что это две большие разницы затем с виду автомобиль мне нравится мне дизайн очень нравится нравится даже лучше чем сейчас в новом кузове это рестайлинг у нас предыдущего кузова здесь уже радиаторная решетка другая в рестайлинге фары ну все светодиодные передние и задние данная комплектация у нас с передним приводом двухлитровым двигателем и коробкой вариатор почему именно такую машину выбрал я и выбирают ее в принципе люди объясню нужен был автомобиль с повышенным клиренсом и большим кузовом все больше ничего от него не требуется он будет ездить по дорогам общего пользования и вот по такой проселочной дороге на озеро допустим правильно и зачем мне таскать с собой полный привод я не понимаю разгону полного привода больше хотя этот автомобиль в принципе не может похвастаться там показателями разгона и расход больше и зачем он не нужен полный привод называется да не нужен поэтому его и не рассматривал вот и вся суть я думаю многие со мной согласятся что этот автомобиль много людей выбирают по таким же критериям и параметрам переднеприводный а в переднеприводном кстати есть свой бонус это знаете какое блокировка электронной переднего дифференциала а это очень хорошая вещь и на октаве и уже попробовал и посмотрел видео когда висят на диагоналке вот такие rav4 полноприводные на диагоналном вывешивание висят и не могут тронуться он газует она не едет а вот в переднеприводном с блокировкой дифференциала переднего электронный он выйдет в легкую прям в легкую у меня есть видео как эта система работает на октаве я думаю тоже самое здесь принцип действия один и тот же и это очень крутая штука и в полном приводе ее нету этой системы блокировки там типа полный привод вас спасет полный привод а по факту он не спасает а вот спасет передний привод вас потому что здесь в блокировочке есть бампера данной модели арочки низ дверей также и передний бампер отделаны пластиком что не может не радовать и это практично это в принципе практично и удобно затем открываем дверь садясь салон у нас есть интеллектуальная система доступа автомобиль вот такие вот пороги вот такие пороги смотрите об вот порог то есть залазить будет удобно и зимой это все будет чистенько вся грязь собирается вот здесь ее видно вся грязь собралась как раз таки на пластике а пороги ваши чистые это песочек от ног слетает естественно все надо пленочкой обклеить садится удобно в машину сзади также все об все закрыто удобно и комфортно и вы будете чистенькие всегда ваши джинсы будут в достойном виде закрывается двери смотрите просто прекрасно дверь не тонны не тонкая как вот есть у других представителей корейского автопрома смотрите дверь закрывается как по маслу сама это уж я совсем совсем до преувеличил идем дальше до к приводу багажника он электро я его знаете сравниваю наверное больше с с периодом mercedes так как приходится общаться с мерседесами в данный момент больше но он шумноват привод шумноват я думаю вы слышите здесь стоят электромоторчики здесь и здесь естественно но они собственные поднимать крышку крышку можно закрывать как с багажника так из салона и третий вариант это с ключа закрывается довольно таки средняя скажем средняя быстрее чем от лендера у конкурентов и но медленнее чем у премиум класса автомобилей здесь имеем до каточку не надо никуда под землю лазить все здесь сейчас секундочку я вам настрою вот до ка . такой же фирмы как и колеса yokohama багажник не блещет у нас материалами отделки если здесь вот приятный ковролин то там пластик это пластик что будет негативно сказываться скажем впоследствии потому что будете грузить будете царапаться либо надо но все делать аккуратно больше никак здесь у нас все есть полочки для вещей и полочки чтобы складировать вам салона все ну удобно удобно когда много ниш закрываем вот закрыли также он закрывается подсветочку у меня горит габариты вот закрылся и сейчас еще присосет оба все готово то же самое можете салона производить мали под манипуляции с крышкой багажника а вот как раз и мотор 2 литра который агрегатируется беступенчатым вариатором как я сказал также сюда в рав 4 устанавливаются двигателя 2 и 5 с коробкой автомат обычный автомат гидротрансформатор 6 ступенчатый устанавливается дизель 2 и 2 с этой же коробкой как и на двигателе 2 и 5 никто ни один агрегат тут не блещет показаниями что двухлитровый у нас выдает 11 секунд до 100 2 и 2 дизель 10 секунд до 100 и 2 и 5 двигатель 9 с половиной секунд до 100 но о чем тут говорить о каких показателях это просто спокойный автомобиль спокойный автомобиль на который не предусматривает никакого драйва там добраться из пункта а пункт б со спокойным и размеренным стилем вождения в принципе я не люблю быструю езду поэтому выбор пал вот именно на рав 4 также большие зеркала автомобиля с повторителями естественно и имеются рейлинги на крыше что удобно для перевозки грузов ставишь перекладина туда бокс аэродинамический и погнал в отпуск это удобно садимся в салон автомобиля вот у нас сенсорное закрытие дверей автомобиль издает звук потому что ключ и находится в салоне и не хочет она его закрывать это правильно это защита от дурака и от всяких случайностей сели в салон салоне удобно комфортно как я уже говорил в каком-то видео про кожу автомобиля она очень нежная очень нежная и поцарапать ее не составит никакого труда а у кого домашнее животное это просто беда не стоит покупать такую машину не стоит просто потому что ну у вас все в негодность придет хотя здесь пластик вот мягкий все сделано нормально отдельного внимания заслуживает панель приборов она очень красиво вписывается очень красиво мне она прям нравится особенно вот эта ниша ну придраться не к чему мне придраться не к чему все удобно на своем месте труда не составляет здесь во всех кнопочках разобраться здесь кожа прострочечка ровненькая в общем-то удобно удобно мне панелька нравится значит центральная консоль кнопка аварийной сигнализации магнитола с крупным пикселем потом посмотрите как она в действии как она работает и уводит изображение с камеры заднего вида дефлектора блок климат-контроля кнопка старт-стоп в принципе снизу это обогрев сидений двухступенчатый экономичный режим или к логичный спортивный режим обогрев лобового прикуриватель флешка для магнитола и снизу еще есть прикуривателя ниша под мобильный телефон затем под бутылочку кто какую бутылочку любит пить тот такую ставит все регулируется тут все зажимы под мелочь допустим и вот еще одна ниша этот стандартный то прикуриватель идет кто пользуется пользуется и еще под одну бутылочку для пассажиров селектор а кпп кожаная отделка ручника ручник у нас механический панель приборов аналоговая обычные стрелочки посередине многофункциональный дисплей на который выводится много информации так идем дальше есть у нас поворотник в одно касание три раза мигает один раз нажал электропривод багажника обогрев руля управление зеркалами ничего не подсвечивается здесь собственно как не подсвечивается и весь блок стеклоподъемников только авто подсвечивается и все один водительский и блокировка дверей открытие капота рычажок открытие капота закрываем дверь и что хочется выделить сразу я еду допустим да держу вот вот так рулю руку положил локтю мягко хорошо как я сказал там материал такой очень нежный и для руки хорошо подходит ты едешь рулишь и тебе надо опустить стекло ты опа опа и тебе вот так вот надо пускать понимаете излом руки о ты вот так пользуешься стеклоподъемниками почему так сделали я не понимаю но это неудобно это просто неудобно может дело привычки вот я сел мне не удобно сейчас я не знаю привыкнули к этому или нет ну вот ты едешь это это нормально ты держишь за руль держишься и тебе надо опустить стиль на дорогу выгнуть или вот так подлазить сверху что как ну короче говоря мне неудобно вот это вот надо было делать ручку как-то как-то вот так вот чтобы она шла и у тебя рука лежит и все стеклоподъемники в доступе по моему так нам про систему безопасности я говорить не буду здесь их много коленные подушки вот подушки на стойках ну короче много систем безопасности электроники это современная машина и говорить тут не о чем соответственно есть очищник кнопка сос и подсветочка подсветка это обычные лампочки в козырьках есть зеркало с подсветочкой также но микролифт у ручек также есть стекла не трясутся ничего в октаве допустим дверь закрываешь и такой дребезг стоит здесь такого нету смотрите все закрывается ничего дребезга никакого нет просто глухо закрывается двери все и никакого постороннего звука зеркала обзорность можете сами посмотреть просто замечательно садимся сами за собой на заднее сиденье переходим садиться я буду сзади на пассажирское место так как за мной кресло детское но я сиденье настроил одинаково все одинаково и что хочется отметить по передним сиденьем еще это регулировка то есть у кого-то крутилочка крутилочка как в октаве и вот который раздражает когда ты хочешь прилечь здесь нажал рычажок сиденье складывается само то есть ты нагрузкой спины регулируешь наклон спинки нажав соответственно вот на этот рычажок для начала также забыл сказать про регулировку руля на во всех положениях плоскостях а вот это вот у нас круиз-контроль вот так он здесь выполнен воздуховодики вот таком стиле сделано в принципе удобно все везде вращаются ничего не болтается динамики здесь в дверях передних и в задних 6 динамиков сажусь сам за собой на заднее сиденье здесь также начнем с того что такой же рычажок как на переднем сиденье это для регулировки спинки нажал спинку сложил и получился багажнике ровный пол это большой плюс данного автомобиля ровного пола нет у кодиака допустим здесь есть здесь нету тоннеля сижу на месте заднего пассажира и меня такое ощущение что машина сделана именно для задних пассажиров но это удобно просто удобно и класс просто класс подголовник подрегулировал и вот так спать можно сделать по вертикальнее кому надо у кого со спиной может проблему так взял по вертикальный сел можно вообще и утопить и вот так вот лечь олег просто класс и поехал на море уснул и проснулся на море спустя 24 часа и не устал передние кресла хочется также отметить тоже очень удобно и комфортно и они примерно анатомии такой же как в октавии как у меня в октавии в октавии я проезжаю 2000 километров у меня я вообще ни грамма ни капельки не устаю вот это вот тоже огромный плюс данного автомобиля дверь закрыть до допустим вот закрыл дверку но удобно вот я сижу мне комфортно также есть плафон освещения но нету здесь никаких и избе зарядок и избе портов в нише где у нас находится подлокотник ничего нету кроме зарядочки ну естественно да можно туда вставить прикуриватель как все знают зарядки для для любой цифровой техники будут у вас там выходите и тайп си и юсб порт но факт то что нету штатных штатно нету нету также и дефлекторов здесь для задних пассажиров только подлокотник с подстаканниками по моему до подлокотник с подстаканниками и все вот такой вид на переднюю панель сзади автомобиля пространство для ног и это я немного спинку подвинул правда и я разлегся вот я сижу то есть у меня до переднего кресла вот столько вот это я беру в расчет не беру в расчет вернее что она сложно вот так вот было бы то есть вот столько вот камера не передает но тут вот очень много ноги вытянуты практически про двигателя мы поговорили значит про подвеску передняя подвеска здесь макферсон задняя независимая многорычажная подвеска очень комфортная машина мягкая это тоже огромный плюс когда ездишь с детьми когда дети у тебя спят машине спокойно и комфорт нужен для этого нужна соответственно мягкая подвеска ну так же омыватели фар спереди если так вот по комплектации еще пробежаться сигналы кому важен вот допустим дудки здесь вы этого не дождете здесь обычные пикалки вот они вот такие вот ну что имеем то имеем противотуманки галоген ставят светодиоды но я не знаю есть ли смысл втыкать светодиоды если говорить о полном приводе кто рассматривает покупки полноприводную машину никаких проблем у раф с этим нету если вы его просто сами не ушатаете в грязи или в снегу и не перегреете муфту ничего с ним не будет это вам не кореец у которого шлицы отгнивают а потом проблему у вас полноприводом и ремонт под 100 тысяч рублей здесь такого нету тормоза соответственно все везде дисковые перед зад к чему я это говорю так потому что сейчас делают барабаны барабаны до сих пор делают у кроссоверов данная комплектация оснащена 17 колесами также ставится и у 17 диски есть еще некоторых автомобилей здесь значочек на задней стойке это означает что юбилейная версия и у нее много черного черные диски диски 18 как раз черный потолок юбилейная версия чё скажешь ну что можно сесть теперь за руль данного автомобиля и посмотреть какое в движении как он себя ведет но прежде чем это сделать я не могу не отметить головное освещение головное освещение отличное есть даже видеосравнение где сравнивают светодиодное освещение рав 4 со светодиодным освещением тигуана так вот пучок света ярче уров 4 и освещенность лучше у rav-4 дороги чем у тигуана но освещение действительно хорошие действительно хорошие ближний дальний светодиодный светодиодное дальний свет включается посредством поднятия шторки то есть шторка поднимается и включается дальний свет. Шторка опускается, загораживает пучок света и получается вам ближний. Вот и все хитрости. Выехали, едем. Значит, руль у машины очень легкий на месте. Затем он тяжелеет, заметно наливается так тяжестью. Это удобно. Магнитола. Как играет магнитола? Вот смотрите. У меня сейчас радио, да? Я потихоньку добавил там музыку. Я буду перебивать его немного специально, чтобы YouTube не заблокировал. Вот она играет вроде бы как нормально, да? Ну, в плане того, что слышно. Так, вот мы сейчас баланс звука сделаем и направим ему на задние колонки. Вы видите? Он замолчал, его не слышно. Все, нет звука. Это середина задних колонок, ну, как бы задние колонки играют. Это мне надо так, настолько вот прибавить, допустим, на 15, да? Ну, что-то слышно. И смотрите, сейчас поставлю на середину. То есть передние колонки зарабатывают, заработают. Вот. То есть, понимаете, какая разница? Задние колонки, в принципе, чуть-чуть-чуть-чуть добавляют громкости. Не так, как хотелось бы, допустим. Вот. Как сейчас, да, и назад. Все. Как будто замолчала музыка. И вот так. Видите, вот это вот, конечно, ну, как сделано, так сделано. Управление на руле очень удобно. Как бы, все логически понятно. Телефон, громкость, звук отключать-включать. Управление бортовым компьютером. Сигнал, как я сказал, обычный. Педали, тормоза резкие, газ тоже резкий. В принципе, все педали четкие. Работают хорошо. Ладно, едем дальше. К этой коробке надо привыкать как-то по-особенному. Вот, допустим, едем мы до 40 км в час. Чтобы нам разогнаться, нам не надо давить педаль в пол. Нам надо нажать педаль до таких оборотов, с какой скоростью мы хотим, чтобы разгонялся автомобиль. Потому что это вариатор. Вот, допустим, дали мы ему 2000 оборотов. Ну, две с половиной, да, и держим. Больше давать не надо. Вот 2000 стоит, и все, ему будет разгоняться. Естественно, если вы доведете 4000, он интенсивнее будет разгоняться. А так, по сути, вот, 2000, да, он будет на 2000 разгоняться у вас до 100, 120 будет разгоняться. Вот, 2000 оборотов, и всегда будет скорость возрастать, возрастать, пока не возрастет до предельной допустимой в этих оборотах. Ну, как-то вот такой вот вариатор, в принципе. Нужна привычка. Нужна привычка к тому, что отсыпаешь педаль газа очень большой накат. То есть он совсем не тормозит двигателем. Это хорошо, мне это нравится. Это экономия топлива и все остальное. Затем вот сейчас продемонстрирую, как работает камера заднего вида, как и обещал. Это пиксели, это плохая графика. Смотрите. Ну, объективно, если уж. чтобы, вот. Ну, это же, это хуже, чем в Кодиаке будет. Потому что в Кодиаке так же, как в Октавии. В Октавии лучше. Она динамическая камера, все нормально. Руль поворачиваешь, она тебе покажет, куда ты поворачиваешь. Но качество изображения не то. Могли бы сделать лучше. Могли бы сделать лучше. Климат работает на ура. Паркинг поставил. Подвеска, как я сказал, мягкая. В принципе, машина, если так вот объективно смотреть на вещи, получилась неплохая. За исключением некоторых недостатков. Вот, в виде магнитола, к примеру. Ну, могли бы, да. Могли бы поставить, конечно, вариатор сюда. Ой, вместо вариатора автомат. Да. И было бы, скорее всего, лучше. И покупалась бы она эффективнее. И продажи увеличились бы. Ну, что имеем. Как говорится, то имеем. Как всегда. Меню. Дисплея, который между колодцами, спидометр и тахометр расположен. Вот он, в принципе, и есть. Эко-режим. Это у нас музыка. Если мы включим музыку, тут появится у нас то, что играет и все остальное. Затем, это по ошибкам он вам выдает, что у вас неисправно. У меня говорит, это датчик давления в шинах. Это отдельный разговор про то, как он сбрасывается. А сбрасывается он, короче говоря, под панелью. Он туда залазишь. На кнопку нажимаешь, 30 секунд и держишь. Но я об этом отдельное видео сделаю, потому что это тоже неудобно. Вот эти вот сущие пустяки. Но все-таки неудобно. Что тут есть еще? Ну, это управление багажником, настройка счетчика. Да и в принципе и все. Это показания расхода. Расход будет непонятный, потому что я ездил, как сами знаете, и по лесу, и все везде. Сказать больше нечего про машинку пока что, но по мере эксплуатации видео на канале будут увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться с этой машины. Так что ждите, не переключайтесь, все будет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.